С Фобосом случилось то, что не включилась двигательная установка вовремя. Сейчас специалисты ведут целый ряд попыток закладки программ, которые мы должны на него заложить, для того, чтобы отправить его туда, куда он должен лететь, на спутник Марса-Фобоса. Время у нас еще есть. Более точный прогноз показал, что деградация орбиты, что он будет летать до января месяца включительно. А для того, чтобы он выполнял свои, мог исполнить функции своего послевого назначения, у нас есть время до первых чисел декабря. Он находится в ориентированном положении. Это говорит о том, что системы космического аппарата работают нормально, он ориентируется на Солнце. Но пока ищем, что необходимо сделать для того, чтобы исправить ту ситуацию, которая и шансы еще есть. Они не велики, но есть. Пока они есть, мы будем бороться за него. А когда можно будет сказать, что шансы, если что-то этого должно произойти? Первый шанс – это когда закроется окно. Оно закроется в первых числах декабря. И второй – когда орбита спустится ниже 180-170 километров, когда мы поймем, что он уже пойдет в закрутку, и надо прогнозировать время прекращения существования. Здесь очень много в прессе в последнее время говорится о том страхе, который он вызывает. Да, что он упадет. Там 7,5 тонн топлива. Это топливо в алюминию в баках. И у нас нет сомнений, что оно взорвется при входе в плотные слои атмосферы. И поэтому маловероятно, что вообще какие-то части достигнут Земли. Проблема, если говорить подробно, в том, что там такой диапазон, который, в общем-то, все станции у нас были медленно настраиваемы, и они предназначены будут для дальнего космоса. Это Медвежьи озер, это Евпатория, это тот измерительный пункт, который на Байконуре находится. Он летит по нештатной траектории, на власти порядка 200 километров. И сеанс связи с одним измерительным пунктом не превышает 7 минут. Учитывая, что это С-диапазон, это очень остро направленная антенна. Там очень много мероприятий делалось. Во-первых, это ускоряли поворотные все механизмы. Второе, он был предназначен первый раз работать, когда он будет уже в нескольких десятках тысяч километров от Земли. Естественно, была мощность передатчиков настроена так, чтобы доходил сигнал туда. Мы боялись, что мы сожгем этим сигналом борт, потому что сигнал будет очень сильным. Поэтому очень много таких внутренних подготовительных мероприятий, которые необходимо было сделать. И сейчас мы расширили окно, чтобы это был не очень узконаправленный луч, который нужен был, понизили мощность. Вместе это же самое сделали наши партнеры по Европейскому космическому агентству на двух их измерительных пунктах. Поэтому, говорю, пока шансы еще есть, но, к сожалению, мы не можем пока телеметрию получить, чтобы тогда можно было определенно сказать, какое состояние аппарата. И что там произошло уже не с вероятностными характеристиками, о чем у нас есть разные варианты, что произошло, а уже знать однозначно. Продолжение следует... Продолжение следует...